Дорогие друзья, мы собрались с вами для большого разговора. Очень хотелось бы, чтобы этот большой разговор действительно был большим нашего уровня и, самое главное, деловым. Именно этого от нас ждут наши люди. Дорогие друзья, разговоры, в котором участвуют все – народ, власть, представители белорусского, международного, медийных сообществ, эксперты в самых различных сферах. В разных формах эти субъекты участвуют в нашем разговоре. Все, что сегодня прозвучит в этом зале, я убежден, станет основой для подготовки важного для страны события ежегодного послания президента народу и парламенту. Об этом уже сказано. Нам предстоит дать объективную оценку в отношении самых обсуждаемых тем, которые особенно волнуют людей и общество, а значит требуют разъяснения и открытого обсуждения. Поэтому мы встречаемся в прямом эфире, чтобы честно и откровенно высказаться, ну и потом, чтобы поменьше было жалоб от отдельных участников, что якобы что-то там купировали, что-то вырезали и так далее. А по отдельным вопросам нам надо восполнить недостаток достоверной информации, поток которой ежедневно обрушивается на каждого из нас. И несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитория. Одна из причин – так называемые фейковые новости. Они мгновенно распространяются, захватывают аудиторию, будоражат мысли. Потом, конечно, опровергаются некоторые из них, а может быть и многие. Но градус напряжения в обществе не падает. И вы знаете, что там, где речь идет о большой политике, опасность от подобного рода информационных вбросов увеличивается многократно. Роль сдерживающего фактора или противовесной силы здесь отведена авторитетным изданиям и журналистам, которые еще соблюдают законы профессиональной этики и нормы морали. Уважают свою аудиторию, стремятся к работе, к точности и максимальной объективности. Таких, правда, остается все меньше, но, тем не менее, они у нас есть. Очень хотелось бы, чтобы и средства массовой информации, которые позиционируют себя как независимые, и эксперты, которые оценивают события и создают определенный фон их восприятия, чувствовали грань допустимого. Грань, за которой нарушается равновесие в обществе. Понимали ответственность за каждое сказанное слово. Потому что мир и порядок в стране не стоят профессиональных амбиций. Вы все знаете, что внешняя политика Беларуси многовекторная, проводится исключительно в интересах обеспечения безопасности и сохранения мира на нашей планете. Мы против любых проявлений агрессии, как военной, так и на злобу дня информационной. Но по периметру нашей границы возникают новые точки напряженности. И только слепой этого не видит. Договоры, которые обеспечивали баланс военных сил, на планете расходятся по швам. В разгаре новая гонка вооружений. И стоит отреагировать на современные вызовы, сделать шаг в направлении укрепления собственной военной мощи, как сразу начинаются волнения и в международных политических кругах, и на просторах интернета. Правда, тут действуют все, о которых я говорю, избирательно. Для Беларуси это плохо. Но сегодня, последнее, наверное, может, вчера вы уже ознакомились с новостью, что наша добрая соседка Польши до 1926 года на оборону истратит сколько? 50 миллиардов долларов. 50. Тишина. Нормально, все нормально. И наши тоже не анализируют это. Ну, к слову, если вот тоже одна из последних новостей, касающаяся нашей обороны, безопасности, Россия будет укреплять западный округ свой. Чтобы вы знали, западный российский округ и другие части ближе к Москве. И наша армия, которая является основой, это единая группировка вооруженных сил на этом направлении, который непосредственно соприкасается с НАТО. Так вот, если бы завтра прошла новость о том, что Россия какой-то там полк добавила к западу от Москвы, отдельно бы гвалтом кричали. Вот вам и отношение к двум фактам. Ну, давайте будем тогда вырабатывать какой-то критерий и оценивать эти события по определенному критерию. Я не знаю, зачем Польша усиливает свою армию аж на 50 миллиардов долларов. Я уже тысячу раз заявлял об этом, что с территории Беларуси, я не говорю, что от нас, с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов. Прежде всего, в отношении Польши. Но нам это не нужно. Нет. Все наоборот. И если шевернулся старший брат в Вашингтоне, поляки тут как тут. Давайте нам оружие, давайте нам установки, давайте ракеты там и так далее и тому подобное. Поэтому я призываю соответствующие средства массовой информации, которые позиционируют себя независимыми, быть более объективными и относиться к подобным фактам с точки зрения какого-то одного критерия. Ну, допустим, безопасности нашего государства. Мы привыкли к тому, что не все приветствуют спокойную жизнь, поступательное развитие небольшой страны в центре Европы, что не вызывает восторга в выбранный Беларусью курс социально ориентированного государства, подчиненный интересам человека. Мы это видим и понимаем. Не всем это нравится. Этот факт провоцирует, пожалуй, наибольшее количество нападок на нашу внутреннюю политику со стороны неофициальных и анонимных источников. Вы лучше всех знаете, как это работает, как легко можно окрасить любую позитивную новость в совершенно темный цвет. За 27 лет истории становления и развития нашего государства мы выработали иммунитет против деструктивной критики. Ну и потом, знаете, когда я читаю очень много, вот, ну, наверное, не найдется здесь ни одного журналиста, представляющего средства массовой информации, которые даже глубоко в интернете там сидят, я их читаю, анализирую, получаю аналитику, но больше всего читаю сам. Пусть краткое содержание, но главное – ваших заявлений и прочее. Особенно меня удивляет, не возмущает, удивляет, когда идет прямое вранье. Вы просто оскорбляете свой народ. Послушайте, у нас образованный, умный народ. У нас образованные, умные люди. Рискнув сказать, простите за нескромность, нет больше в целом, если взять такого народа на планете. Образованного, умного, ну и хитрого, конечно, исходя из того, какая у нас история была. Поэтому, когда вы пытаетесь там лапшу на уши, простите меня, повесить нашим людям, вы подумайте, прежде чем это делать. Наши люди умные. И даже если кто-то вчера 100 грамм выпил и проспал эту новость, у нас достаточно руководителей и того авангарда нашего народа, интеллигенции, которые быстро объяснят этому человеку, что к чему он разберется. Я еще раз призываюсь к объективности, когда вы оцениваете, как эксперты, те или иные события или средствам массовой информации, которые подают это событие. Ведь наши люди и мы, в том числе, научились держать удар. Мы точно знаем, что сила в справедливости и в правде. Вопрос только во времени. Поэтому встреча с вами – это возможность донести ее до народа. Особую нишу в работе масс-медиа занимают эксперты. Вы – лидеры мнений. Правда, бедновато у нас с этим делом. Или просто, может, и не бедновато, но я, например, человек заинтересованный, не могу сказать, что у нас их много. И мы полностью можем удовлетворить спрос населения в ваших оценках. И журналисты, и их целевая аудитория на многие факты и события смотрят, образно говоря, вашими глазами. Убежден, что и сегодня ваше участие в этом разговоре будет полезным и продуктивным. Уважаемые друзья, мы много раз работали с вами в данном формате. Вы знаете, что в нашем общении нет такого понятия, как неудобный или неуместный вопрос. И я призываю вас, как и раньше, к откровенному диалогу. Давайте постараемся меньше показывать обществу себя, а больше демонстрировать знания тех проблем, которыми живут наши люди. И тогда будем считать, что у нас с вами разговор состоялся. Если в подобном разговоре наше сообщество, эксперты, журналисты, продвинутые просто люди, заслуженные люди будут нуждаться, я всегда готов к подобному разговору. Ну, конечно, без перебора, потому что я могу превратиться в какого-то лектора, хотя должен сказать, что и это иногда полезно для того, чтобы наши люди знали и понимали ту политику, которую проводит, по-народному говоря, власть. Я думаю, вы обратили внимание, здесь присутствуют все ключевые министры, вице-премьеры, руководители высших органов власти страны. Я буду, как это часто бывает, обращаться за информацией более точной, если она нужна будет, и более обширной, к ним. Поэтому вы получите сегодня ответы на все вопросы, которые вас интересуют.